Значит, если вы пришли послушать мой доклад, значит, будет интересно о том, кто такой взаимодействующий, как вообще работает в взаимодействии. Придется тут начать, я хочу спросить, как много людей из вас работают в взаимодействии и при этом статаются гибкое тестирование. Не просто тестировать, а гибкое тестирование. Отлично, спасибо. А теперь скажу только то, что за односторонное годы тестирования у меня удалось поработать в разных командах. Как гибких, так и не гибких. Их было с чем сравнить. Даже работая длительное время в гибкой команде, я задавалась вопросом, достаточно ли я хорошо гибко тестировать, достаточно ли я делать для своей команды и сделать ли я на полную выкладку. Значит, кто такой гибкий тестировщик? Для того, чтобы определить список навыков, которые мы должны обладать, главное понимать несколько моментов. Первое, то что гибкая разработка, она нацелена на предоставление заказчику в первую очередь качественного продукта. И за качество уже отвечает не только те люди, которые называются тестировщиками, за качество отвечает каждый член команды, что очень важно. Второй момент в том, что тестирование уже прекращается очень холодное. Тестирование и разработка в неразкрытии и дельный процесс. Потому что цель команды гибкой – это предоставление высококачественного продукта, то можно выделить такой полнокомандный подход, когда каждая в команде может взять любую задачу на тестирование. Разработчики тоже могут тестировать. Если тестировщикам тяжело автомоделировать, например, что очень важно в таких командах, разработчики должны помогать тестировщикам и делиться своим опытом для того, чтобы научить их правильно работать. Тестировщики тоже делятся с разработчиками своими взглядами, своим wide open mind по поводу всего проекта. Тоже очень важно то, что команда, вся команда и каждый член команды влияет за качество. Это один момент. Второй момент – это образ мышления гибкого тестировщика. Очень важно избавиться от такого паттерна «моболиция качества», когда ты представляешь команде критерии качества и потом уже в конце отвечаешь за продукт или за печу и отвечаешь на сколько она хорошо протестирована, насколько она качественна. В гибкой команде уже сам клиент, сами заказчики в конце решают, сколько продукт, сколько фича качества. Гибкие тестировщики еще отвечают за традиционным тем, что они проактивны, они креативны, они не боятся задавать правильные вопросы, они не боятся спрашивать и интересоваться, не для какие-то новые подходы. Майндсет гибкого тестировщика – это еще и принципы. Принципы я взяла из чудесной книги Лайза Крисми. Хотя некоторые люди критикуют и говорят, что книга не очень подходит под наши реалии, но когда я проводила свое маленькое исследование на эту тему, то мне ее, в принципе, на самом деле очень помогли, потому что они помогли мне показать, чего я еще не достигла для того, чтобы быть идеальным тестировщиком для своей команды. Первое – это фидбэк. Ядро от ЖАЛа, каждая итерация – это фидбэк. И именно короткие итерации настроены на то, чтобы использовать этот фидбэк как можно больше. Причем это фидбэк не только от тестировщика, а от качества продукта. Это фидбэк от девелоперов, тестировщиков о том, понятны ли их требования, которые были, например, представлены тестировщиком. Также это фидбэк от кастелера. Команде, насколько те функциональности, которые были разработаны, отвечают качественным картелям ассортимских картелей. То есть фидбэк нужно не бояться общаться, и общаться как можно больше. У нас в нашей команде есть такое правило, у нас команда распределенная, разработчики есть в Дании, есть в Киеве. И у нас такое правило, что если есть какой-то вопрос, нужно что-то обсудить, или обсуждение на минуту, где-то минуту или даже больше просто переписки, то лучше позвоните, лучше пообщайтесь, задайте вопросы. Это вам даст более широкое видение, понимание вопроса, и многие вопросы мне полыкут автоматически. Внесение пользы заказчику. Это такой момент, когда, ну вообще мы знаем, что в начале каждой операции продуктонер нам предоставляет список птич по приоритетам. Но иногда очень легко поддаться на уголовые продуктонера или заказчика, добавляя на документант, думают по эту фичу. Причем, новая фича может как-нибудь повлиять на те, которые в данный момент разрабатываются, или те, которые уже были разработаны. Но так как тестировщик имеет максимально комплексный взгляд на продукт, и он может понять, может ли эту функциональность повредить уже существующую функциональность или нет, можем мы ее добавить и спокойно сделать или нет. Также очень важно понимать, что если вы добавите что-то в сприт, то вы можете тогда себе успеть сделать. Да? Тоже больше вопрос к старом мастеру, который вот этот человек. Коммуникация. То, что я говорила. Очень важно общаться. И учитывая то, что команда в основном распределенная, то иногда очень тяжело находить всегда оптимальные пути для общения в команде. И тестировщик именно гибкий. Тестировщик – это тот человек, который должен помогать команде общаться, помогать заказчикам, продуктам, культурам, культурам, и находить не там решения для проблем, которые связаны с коммуникацией. Важно иметь смелость. Для чего иметь смелость во всем. Нужно не стесняться задавать вопросы. Пусть они будут сперва глупые, но нужно научиться задавать правильные вопросы. Потому что описание новой функциональности могут быть настолько короткими и непонятными, что если ты не задашь правильные вопросы, то у разработчика не будет того материала, с которым работаешь. И он сможет понять и трактовать лейтенанты совершенно по-другому, не так, как ЕУ по рукам ждет и будет видеть, видеть продуктроны и заказчики. Нужно не бояться, предлагать новые идеи, предлагать новые методологии, предлагать новые тузы команде. Потому что это, в принципе, обязанность гибкого тестировщика относить все возможные новшества в команду и улучшать ее. Но в то же время нужно стремиться сделать все как можно проще. Нужно найти тот баланс, когда вы можете максимально эффективно протестировать речу и при этом как можно проще, как можно быстрее. То есть нужно понимать, что время очень ценное, особенно когда спринт 2 недели. И нужно всегда стараться находить такие методы, которые будут и по времени оптимальны, и по качеству тестирования. Да, по поводу совершенствования. Вот эта картиночка хорошая, это на самом деле схемка из Кайзена. И сегодня уже докладчики из Японии выли нам о Кайзене. И пару конференций назад мы пошли в Кайзене. Вот мы тоже это используем, это очень крутая штука. У нас в нашем трекере есть специальная query, где каждый член команды может создать свое какое-то пожелание, свой импровмент. И не важно, к чему этот импровмент относится. То ли это процессы команды, коммуникации, может это какие-то пожелания по продукту. Кто-то из разработчиков, какой тестировщикам понимает, что да, наш продукт, в принципе, он крутой, но вот это, это, это можно улучшить. Все вот эти импровменты мы можем вносить в этом query. И потом после ретроспектива у нас есть маленький кайзен-митинг. В принципе, даже не заканчивая перспективу, мы рассматриваем вот эти пожелания и думаем, стоит ли их внедрять. Если стоит, то мы это делаем. Потом через некоторое время, через спринт в основном, проверяем, могло ли это нам или нет, нужно нам это или нет, потом решаем, что с этим делать дальше. Что касается постоянного совершенствования, как бы обязанности к гибким тестировщикам от кайза нам очень помогает. Гибким тестировщикам очень тяжело привыкнуть в первое время к тому, что требования не могут часто меняться. Потому что, ну, многие, наверное, привыкли, вы помните этот момент, когда вы перешли только с традиционной разработки на гибкую, что раньше-то было много месяцев, куча документации, можно было свободно создавать кучу кейсов, планов, документации и готовиться уже к непосредственному тестированию. Теперь этого всего нет. И главное, наверное, в себе что-то изменить. Если вам сложно, изменьте, вот, в себя манится этим немножко чуть-чуть. И поймите, что это не так на самом деле страшно. Работать и с этим тоже можно. Главное, этого не бояться, быть активным. Тоже. В гибких командах каждый член команды – это золотая гадость, человек, который может быть достаточно творческим и активным, и получить много всего полезного в работу команды. В принципе, хороший пример – это автоматизация. Когда в команде все понимают, что это одна из основных целей автоматизации, помогает делать продукты более качественными, помогает автоматизации выбивать рутину и больше времени уделять исследовательским тестированиям, то это было быстрее, что остается как раз больше времени на творчество и на то, чтобы потестировать какие-то критические моменты. Те места, которые плохо покрыты требованиями и те места, которые точно знаете, что они могут быть политическими на вашем проекте. Фокусируйтесь на людях. В гибких командах должны ценить равнозначно и разработчикам, и тестировщикам. И разработчики понимают, что тестировщики вносят свой неоценимый вклад, так и тестировщики понимают вклад в новые точки. И все люди уважают работу друг друга и помогают в любых проблемах. В общем, если у вас все это есть в команде, если у вас нет проблем с коммуникациями, если у вас разработчики и тестировщики работают сообща, и все хорошо, то вам остается не концентратской командой, но на самом деле гибкая. Вы в такой команде, но на самом деле гибкий тестировщик. Вот. Вопросы? А размер команды? Бело второго тестировщика? Одиннадцать человек. Это все, и разработчики, и сам наша команда. Это разработчики и тестировщики. И тестировщиков пять, и разработчиков шесть. Как-то не поезжают. Какую документацию вы вообще представляете? Ухо будет. У нас нет документации совсем. Непонятно. В митинге. Кто не знает, что именно вы здесь называете? Почему? Ну почему? Это же маленькая команда. Каждый день есть дейли-митинг, на котором мы обсуждаем, чем мы занимались в предыдущий день. И поэтому каждый день все в курсе того, чем мы занимались. В принципе, всегда можно посмотреть по отчетам, кто изменял историю, какого продукт, какого item. Что там происходило, кто его тестировал, какие у него справки. То есть это все, мы работаем с Visual Studio в тему Foundation System. То есть можно зайти на каждый элемент и почитать, кто его изменял. И, ну конечно же, после тестирования мы уносим туда правки, как мы протестировали конкретно, например, этот кусочек. То есть каких-то глобальных отчетов, такого ничего нет. Я вас, может, не правильно поняла. Как протестировали? Чем-чем-чем-чем? Ну что? Этин скелетон, что вы считаете? Да, это может быть... Туда можно написать просто одной строкой, что протестировано, или могут быть тест-кейсы. Да, но это в основном что-то очень короткое, и, конечно, они занимают очень много времени. В основном это, конечно, эти листы. Привлекаются ли у вас тестировчики к бизнес-анализу, или хотя бы частично не садите девелопс? Не совсем. Сейчас нам уже фичи даются более-менее готовыми, но всегда на планировании, на кроме геймитики, который идет перед планированием, когда мы общаемся с продакт-оундером, мы, в принципе, можем это обсуждать, если мы видим, что что-то не так, и что-то может улучшиться. Правильно ли я понимаю, что тестировщики в основном в вашей команде занимаются тестированием почти 100% в целом? А что вы имеете за это тестирование? Они тестируют. Просто agile тестировщик и вообще agile команда подразумевают то, что я могу в любой момент подстраховать кого-то из своей команды, будь то девелопер, будь то бизнес-аналитик, будь то дизайнер. Обучаете любых тестировщиков, как вы передаете воркшопы, девелоперы проводят, бизнес-аналитики учат, как бизнес-вэлью считать, как общаться с продакт-оундером? Происходит ли этот процесс? Или мы сосредоточены просто, как тестировать все? Нет, например, автоматизация. Когда мы только полностью перешли на agile и поняли, что нужно все-таки работать в направлении автоматизации, у нас разработчики проводили локальные внутрикомандные воркшопы для тестировщиков, которые еще не были знакомы с написанием автотеста, у которых не было совершенно опыта в любой разработке. И потом у нас, если тестировщик занимается автотестом, он в основном это делает в паре с девелопером, то есть девелопер-тестировщик. И это происходит до того момента, когда тестировщик сам не научится писать хороший, полидный тест. Но при таком утверждении получается, что agile тестировщик равно-равно автоматизатор. Почему равно-равно? Ну просто наша команда взяла курс на то, чтобы как можно больше всего покрыть автотестами, потому что у нас очень старый и очень большой продукт. Продукт на рынке, даст скандинавских стран около десяти лет. То есть продукт вообще очень огромный, там куча модулей, разных функциональностей, и без агрессии уже никак. Потому что если у нас 2 недели итерация, и у нас есть 2 или 3 патча, то фактически может быть 70% времени это регрессия. То есть итерация, это уже не нормально. Поэтому мы без автоматизации бы никак не обошлись. Я ни в коем случае не утверждаю, нужна она, не нужна, это вообще хулива. Просто я, допустим, я сам мастерсовик, и ребятам тестировщикам говорят, ребят, нужно стремиться создавать agile тестировщики. Получают просто гениальный вопрос. А это кто? Или к чему мне надо идти. И когда я выхожу до agile какого-то, я понимаю, что мне нужно как бы встань на 20% тем, на 20% тем, на 20% тем. И тогда, ну как бы, ты на 60% тестировщик, все остальное ты кто-то по чуть-чуть. Мне кажется, что нельзя в процентном соотношении сказать, но в любом случае, тестировщик гибкий, это человек, который может подменить неправильное возникновение любого человека в команде. Он может помогать девелоперам. А девелоперы могут помогать ему. Он может помогать продукт-донору, там, с бизнес-анализом или еще с чем-то. Тогда это правильно все. Он может брать на себя любые функции. Как у вас реализовано превращение людей? То есть сейчас вы взяли просто курс автоматизации, да? На следующий планируются какие-то вот воркшопы. То есть у вас какая-то эволюция воркшопах? Да, в общем, да, да. Воркшопы с каждым нововведением они планируются. Сейчас пока автоматизация, так буквально практически надо, потому что проект большой. А бренд, да, конечно, воркшопы они планируются. А я хотел спросить, каким образом планируется за какому программистам в общем-то? Вы программисты? Я и нет. Нет, нет. Окей. Ну, например, если в вашей команде тестировщики помогают, например, заказчикам формировать требования, то у разработчика могут появиться вопросы. Почему вот там я разрабатываю, там непонятно написано. Если вы до этого общались с заказчиком, то вы можете дать ответы на вопросы разработчика. Либо, например, он не уверен, та функциональность, которую он разрабатывает она повлияет на другие. Он, например, не знает, где используется еще эта формочка. А проект огромный. А вы знаете, потому что у вас более комплексная картина. Даже в таких вопросах. Консультация по каким-то функциональностям, которые могут появляться в проекте в 10 местах. Но он знает только о том. Я к тому, что просто вот молодой человек, по-моему, говорил о замене. То есть тестировщик он не занимается. А программист? А программист? Нет, ну на 100% в принципе не можно. Конечно, это зависит от каждого индивидуального человека тестировщика опыта. Нет, ну почему? Есть же команды, которые состоят не только из разработчиков, которые занимаются всеми. То есть в принципе их можно назвать тестировщиками, если они автоматизируют и разработят. То есть на вашей команды тестировщики? Нет, ну да. То есть у нас, конечно, наши тестировщики не могут на 100% применить дебаггеры. Они могут помогать, и они могут для себя со временем взять вот этот нож автотестить. Они смогут писать фонд? Нет. У них все два минуты? Автотесты точно да. Дебагов я вгоню или нет. Но это все зависит от человека. Если он захочет, он может научиться, почему и нет? Причем у вас, если, допустим, девелопмент закончился, все силы в спиртсерии идут на тестирование, девелоперфектируют? Да. Причем у нас очень интересная картина. Наши локальные фиевские разработчики не очень этого не любят. И думают, блин, ну что это за такое, не знаю, прям понизили нас в нашем звании. А датские разработчики, они очень крутые, им нравятся тестировать и не понимают, что это нужно. Я вот не понимаю, то ли это разница менталитетов, то ли что. Иногда даже в датске разработчики не могли все такие баги найти, но мимо которых ты проходил, но не видел. На самом деле разница вот колоссальность, тем не менее, да. Я подтверждаю своим опытом, что такие люди есть, и разработчики не стесняются того, что они тестировали. И это очень круто, они считают. Это даже повышает начало всех в команде, потому что ты понимаешь, что эти люди на первое место, на первый план ставят качество, а не то разрабатывая или тестировая. Да, да. Уже вопрос. Если вы разработчики тестировали, то вы замеряете в этом вопросе, то уверены, что, как понять, сделают работу та же качественная карту и все кто это разработчики? Да, я отвечаю за свою разработчику. Не имеют какие-то документы? Ну, чек-листы, то есть, как бы, если говорить о каких-то бумажках, да, которые где-то там приняются, то у нас всегда пучок листы. А так как нам этого понравится. А имеют ли смысл привлекать команду бизнес-аналитиков? Ну, как делать вообще? Нет, у нас пока не имеют. А тем не менее бизнес-аналитиков, кто кого занимается в команде? Именно в команде снялась. Но есть у нас какие-то вопросы. Как вы тогда планировали? Да. У нас, если можно так сказать, то про этот план тоже не считается частью команды. Но, в принципе, бизнес-аналитиков лежит в основном на нем. То есть, если вы хотите что-то посоветовать и разобраться, проанализировать какую-то функциональность, то можете пообщаться с ним. То есть, у нас можно сказать, что продукт-аунер это и бизнес-аналитик тоже. У нас продукт-аунер, например, работает с компанией практически с начала ее основания. То есть, он очень хорошо знает и рынок, и... Ну, это же не член команды, правильно? Все, всем спасибо. А у меня еще вопрос. Да. Что вы не видите? Да. Да. Такой вопрос. Я вот сейчас заработку не делал, а у меня будет такая. То есть, для этого у меня джава у нас все будет выдачным. Чего не ожидать вам? Вот. Вот. Ну, а вам нужно стать более активным. Ещё более активным? Нет, я не знаю. Ну, какой-то будет активным. То есть, вы будете принимать участие на наших митингах, причем вы не будете просто сидеть и слушать, что там обсуждают. Если раньше у вас разработчики не приглашали на эти митинги, то теперь у вас есть уникальная возможность поделиться на свои и советовать что-то приглашать. Так у вас отличительная митинговая джава? Нет. Ну, у нас джава, я уже не знаю, как называется. Тестировщик всегда участвовал при процессе разработки, с тобой не участвовал. Это точно данный смысл, разумный смысл, что роль тестировщика, она не последняя, в общем, на цепочке, а... Ну, мне кажется, если у вас так было, что тестирование начиналось с начала разметрации, с начала раздабатки, потом, это, наверное, основное, в чем можно запутаться, разумная работа. Тоже будет автоматизировать, хоть и аниматор для тестирования, хоть и можно больше коммуницировать с командой, и много всего. Ну, в принципе, это не страшно. Если вам нравится работать в динамической команде, если вам нравится... Не, ну, если у вас так было, я просто не знаю, как работает... Вы просто читаете рации? Ну, да? Ну, да. 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 Ну, да.